ДИАТИМ ПИК ДИАТИМ ПИК Организация подписала данную команду и теперь она Revival Dragons Еще раз повторюсь, не пугайтесь по поводу красного такого фона Он пропадет у нас во время игры и это только на пике Пару слов о турнирной позиции, о турнире в целом, насколько вы знаете 20 тысяч долларов призовой фонд состоится Разыгран он будет непосредственно на Лане в Москве В форум холле, который пройдет 17-18 мая И поедут туда 4 лучшие команды Пока что турнирная позиция выглядит как Мит Ю Мейкерс Турнирная таблица выглядит как Мит Ю Мейкерс 7 игр 21 очко Virtus.pro 7 игр 12 очков Revival Dragons 8 игр 12 очков Relax 5 игр 9 очков Team Empire 3 игры 6 очков Rockskiss 3 игры 6 очков NextKZ 3 игры 3 очка ZeroTry 5 игр 3 очка Ahead 5 игр 3 очка На секунду EVR 6 игр 3 очка И Power Rangers 2 игры 3 очка Но у нас судя по всему команды Ahead доигрывать турнира не будет То есть там какая-то очень мутная ситуация произошла с Ahead и ZeroTry И сначала ZeroTry стали Ahead, а потом они опять стали ZeroTry, а Ahead просто выбыли В общем Всех подробностей сказать не могу, но смысл в том, что подписали Ahead двух игроков ZeroTry, а потом все пять игроков ушли из Ahead Вот такая вот у нас интересная ситуация Это что касается турнирной таблицы, что касается полезной для вас информации Как вы знаете, как вы только что видели, билет можно купить у нас в кассах в городе Москве Метро Павелецкая улица Летниковская, дом 11, строение 10 И уже на самом деле продано, насколько я знаю, 16 полных рядов Так что спешите Времени осталось не так много до лана Кажется, что еще как бы вроде чуть ли не месяц Но на самом деле очень-очень быстро летит время К призовому фонду у нас компания Rocket выделила отдельные призы Ну и помимо всего прочего, то что офигенный зал, который я каждый раз рекламирую Который действительно очень удобный и приятный для вас будет Самые свежие новости, скажем так, будет работать помимо буфета еще и бар Ну, естественно, с предъявлением паспорта в форум-холле И ведущим данного мероприятия станет некто Дмитрий Чугунов Если вы не знаете, кто это Это лидер движения СтопХам Достаточно известный в своих кругах человек Ну, в интернет-комьюнити он хорошо известен, в общем-то Поэтому это еще один такой бонус от организаторов, можно сказать Все, они там продолжают работать над улучшением турнира Вот, ну и сегодня, еще раз повторюсь, у нас вот такой вот красноватый худ Который будет исправлен, наверное, к завтрашнему дню И в игре тоже у нас будет худ Ну, там, в общем, не сильно вам помешает Но будет одна, одна небольшая мелочь Составы команд Дредд, Йоку, Шачло, Крейзи и парень с ником Черфейс Черфейс Чиппиндейл Я обязательно посмотрю, кто это Но по идее у нас Виндикс Виндикс, ну насколько я слышал, у Виндикс сегодня, по-моему, день рождения Я могу, конечно, ошибаться Ну, возможно, его именно по этой причине нет Можно понять В таком случае Ну и состав команды, которая Ослик Гейминг себя подписала Ревайвл Драгонс, она значится официально И на турнире она до сих пор значится как Инсейн Гейминг Бигнум, Джуда, Чоми, Инквизитор и Оби-Ван Банан Наконец-то можно перейти уже к пикам Итак, у нас первый пик был за релаксами Они играют за темную сторону Кентавра и Нагу Сирену они забанили В ответ Инвокер и Эмбер Спирит Ликан уходит на ферст пик Стандартный у нас ферст пик Ответ Бэтрайдер Дазл В общем-то тоже очень неплохо ответили Ну и Акс Замкнул первую стадию Далее Апарэйшн Шадоу Шаман в бане Ну хорошо, банят, в общем-то, релакс Посмотрите, забанили Нагу с сеткой Кентавра со станом Шамана С масс-станами И Ликану играть уже достаточно приятно Акс так же себя чувствует пока Ну более-менее Неплохо он может пробивать Грейв Дазла Наверное, ради этого И взят вообще достаточно нестандартный пик Акса на второй пик Но частенько его те же релаксы используют Ну и Абадон у нас забанен с Энчантрас И забирают Вингу с Думом Релакс Шадоу Демона Ну вот интересно, под какую комбинацию Они будут забирать Шадоу Демона Потому что сам по себе Шадоу Демон Герой-то не очень крутой А вот в комбинации там С Инвокером Мираной Или еще с кем-то Он, конечно, гораздо и гораздо опаснее Дайте я посмотрю быстренько в чат Все ли у нас в порядке Да, ну, в общем Дредд у нас, как вы знаете Вернулся с отдыха недавно Люди покупают билеты ради сета на снайпера Да, билеты в Дота ТВ Вы можете также приобретать сетом на снайпера Смотреть через Дота ТВ И не видеть этот худ Красный Ну и кроме всего прочего Естественно, билеты на лан Билеты на лан И приходите на лан Кто туда поедет, пока не ясно Скорее всего, мим Ну, отберутся, скажем так На первые Кто туда поедет, пока Вообще загадывать не берусь Но С первого по четвертое место Наверняка займут мим Вот где-то в этой зоне И мим, скорее всего, точно будут Скорее всего, точно будут Нормально так Хороший шанс у Эмпайр У Релакс Пока шансы отличные У Рокскиз шансы хорошие У НекстКЗ У Пауэр Рейнджерс Ну, у всех остальных команд Шансы уже значительно хуже В частности, у ВП Ну, ВП на грани балансирует Так Вот она, собственно, Мирана Шадоу Демон у нас уже обретает, так сказать Краски Если честно, мне не совсем понятен пик Дума Ну, потому что А против кого, в общем-то, Дума? Против Ликана Ликан себя нормально в шейп-шифте чувствует под Думом Он может драться под Думом Он может убежать под Думом Акс, да, в общем-то, тоже ему Ну, Дума это неприятно Но для Акса это не так критично У Акса все равно, насколько я помню, работает третий спелл под Думом Как и в Хигсе, так и, в общем, в Дисрапшене Если бы его могли в Дисрапшене бить Против Мирана неплохо, да Но это не тот герой, которого нужно контрить Думом Шадоу Демон тоже То есть, вот Эмбер Спирит, Инвокер, Штон Спирит Это да, это, безусловно, тот герой, которого нужно контрить Думом И ЦМку на ласт пик Тренд протектор от Ослик Гейминг У нас получается какой-то Кэрри Дум, Мид Бэтрайдер, Хардлайн Тренд В общем, очень интересный пик от Осликов Давайте посмотрим стартовую расстановку Ну и вот, посмотрите, случилось чудо И у нас дота становится совершенно обычной Да, ну, как вы видите, есть еще один момент Да, кстати, пока я о нем не забыл Я обязательно сейчас отпишу нашему организатору Так, все, я с вами целиком и полностью У нас стандартная начальная пауза Итак, у нас у Осликов Ну, давайте их называть Осликами, коли уж они сами себя так подписали Чоми на Думе Джуда на Бэтрайдере Инквизитор на Венге Оби-Ван Банан на Дазли И Бигнум на Дренд протекторе Йоку на Миране Это Кэрри Мирана Дредд на Шаду Демоне Шачло Хардлайновый Акс, судя по всему Давайте сразу попробуем прочекать, кто у нас играет на ЦМ-очке Ну и Крэйзи будет играть на Ликане Стенд-ин Да, я помню, он уже играл Некто Евгений Евголосенко Черфейс Лицо-стул Как вообще, что это означает? Я как бы не особо супер силен в английском Но никак, кроме как Тубуреточное лицо или стульное лицо Не могу перевести Ладно, в общем, оставим жесткие переводы С точки зрения Релакс, я так понимаю У них Ну, в общем-то, можно даже Мирану Поставить в триплу Но Винга очень похожа на то, что у нас будет Кэрри Винга и Соломит Дум В такой ситуации Ставить триплу вниз С Шадоу Демон, ЦМК и Мирана Очень как-то Рискованно Гораздо лучше поставить триплу наверх И, скорее всего, так и сделают С другой стороны Куда у нас Ликан-то пойдет? Да, ставочки Ставочки 1-0 в пользу Релакс Винрейт Команды Осли Гейминг 20% Да, у нас очень Жесткие есть Винрейты На Экселент Москоу Капи Такие, например, как 20% Я вообще не знаю Это Соло Мид Ликан Ну, знаете, я в Доте Конечно, многое видел Да, каждый день в Доте Можно многое увидеть Но Соло Мид Ликана Я не видел никогда С другой стороны Если он будет стоять против Дума То это очень круто Почему? У Дума 63 атаки У Ликана 62 атаки Плюс Хувал 20 атаки ему дополнительные дают Плюс будут Волки У Ликана 3 армора У Дума 0 армора Дум просто будет плакать Кровавыми слезами От этого Ликана С одной стороны С другой стороны Все-таки Ну, 2 милишника И не обязательно получать Все тычки И в этом плане Какого-нибудь Рейндж Героя Было бы поставить Гораздо круче Ту же Мирану Например, против Дума Она бы ему настреливала Со своим полтинничком В Хардлайн Мы видим Бигну, Моби-Ван, Банан Направляются И с ними же Инквизитор Это Трипла в Хард На легкой линии Бэтрайдер будет играть Против Акса Акс ситуацию Ну, в принципе Читает, что Нужно стоять Ему как-то здесь А, не хотят Даблу поставить Ну, скорее всего ЦМка перетянется Наверх Потому что Аксу Нужно просто купить стики Он стоит нормально Против Бэтрайдера Один на один Хотя, конечно Бэтрайдер чувствует себя Комфортно Но ЦМке здесь Все равно Быть бесполезно Абсолютно Это Ненужный Ненужный момент Так, Трент забрал Дабл дэмэдж Это очень жестко И классную штуку делают В начале Ревайвл Драгонс Они ставят Трента на мид Пока что Дум зашел в лес Съел одного Крипа Съел Крипа с Критами Вы посмотрите 144 урона Наносит дерево Все, дерево отсюда уходит Оставляет Крейзи Против Да, Чоми Чоми лучше бы броню Какую-то Или реген найти Ну, в общем-то Тоже неплохо Шачло забегает Сразу за Тавр Отводит Крипов Так, отвел Крипов Но Бэтрайдер Начинает накидывать На него напалм Это может быть Очень опасно И нужна помощь ЦМке Да, выходит ЦМка Поджигают Тем временем Бэтрайдера Посмотрите Почему Бэтрайдер Так боится Вот, все, пять стаков Я не знаю, что сейчас Будет делать Шачло На нем пять стаков Он просто уходит И Джуда за ним не пошел А мог бы пойти Что ему сделает ЦМка С первой колбой И с первым Поджогом Шачло Можно было идти Тем временем Включается у нас Крейзи Крейзи включает Хуваль Начинает Насовывать Думы Ну, кстати говоря Видите Урон-то большой Но бить много Возможности нету Крейзи пытается Днать прямо под Тавром Отхиливается Баночка И тем временем Сверху Формит Йоку Что у нас По крипам у Йоку 6-1 У Инквизитора 4 5 крипов Ну, в общем-то Более-менее вровень идут Но спауны не забанили И Дредд будет иметь Возможность отводить Что он и делает Кстати, классно Увел сейчас На дабл спаун В уголочек Отошел Так Никуда далеко Отводить не стал Сейчас зафармит Этот дабл спаун Ну и конечно Мирану нельзя подпускать Я вот не понимаю Что делают саппорты Саппорты Просто стоят на линии И не делают ничего Вместо того Чтобы отогнять Эту Мирану Она здесь одна Совершенно Нельзя подпускать Даже крипам Но Бигнум С Соби-Ваном Этого не делают Вот только сейчас Они пошли за Мираной Конечно Там у дерева Такая тычка Что Мирана Подходить не должна Вообще Тем временем Крейзи уже вкачал Волков Начинает разминать Потихоньку Чоми У которого криты У которого Появилась единичка армора Очень много хилов И ставят паузу Шачло Персонаж такой Из мультика Ну я кстати Не в курсе Так Все Инквизитор Заходит за Тауэр Шадоу Демона Могут быть проблемы Шадоу Демона Выйдет тычку Но здесь его окружают Сейчас будет очень больно Хил в Шадоу Демона Как же ему больно Замедляю Дреда И Ферст Блад На Дреде Бигнам очень бит И Мирану тоже пытаются Забрать Но нет Крипы заканчиваются И Йоку отсюда уйдет Вторая стрела Судя по всему То ли он не попал То ли Застанил на очень малое время Ну в общем-то Этот реплай Должна так действовать Потому что Она имеет большое преимущество Снизу бэтрайдер Спокойно затерпит То есть он Один на один Саксом мог бы Попытаться накидать на него Кучу стаков Вот так ему не позволить Находиться за вышкой Но с ЦМкой Он не может этого сделать С другой стороны Ну продавить его Как-то тоже нереально Абсолютно Ну как мы видим Акс все-таки С винрейтом Меньше 50% Играется Ну как бы Шачлоу конечно Формит круто Но ЦМка получается Фактически у нас Без фарма Может быть Будет отходить В леса конечно Это будет достаточно интересно Сверху Стрела в Дазла Креста нет Но Старфол тоже Первый И Оби-Ван Банан А можно было Его здесь На самом деле Попробовать Затыкать Всего лишь Вторая Винга И продолжает Халявить Йоку Но по-другому Это не назвать Его подпускают Крипам Он продолжает Формить У него 13 крипов У него больше крипов Чем у Винги Это конечно же Просто провал Дерево С тычкой 80 атаки У дерева 80 атаки Это вот Миране На 5 ударов Просто Ну На 6 С учетом Там Армора Еще и Дазл Который Может Тоже Замедлять Травить Очень Классно Второй Террор Вкачивается Ну Снимаете Как раз Армор Дредд Выходит Так Сейчас будет Стрела Ну Как неудачно Солкетчер Попадает В дерево И здесь Большие Проблемы У Дредда Старфол Бигнум Начинает Отхиливаться Вы просто Посмотрите На Бигнуму Кидается на него Крест И Бигнум Живет Дредд Отъезжает У Йоку Есть лип Но Йоку Тоже могут Цеплять Нет За Йоку Просто не пошли Дерево Уходит на базу Без хп Релакс Еще и на этой Трипле Пытаются Кого-то убивать Но это Сверх наглость Тем временем Снизу умирает Бэтрайдер Все-таки Поймали его Уже с левелом Акс Третьей Крутилкой Цемка Также Третьего Левела Берет Четвертый Все становится Лучше А тем временем Проблема у Йоку И он умрет Да Вот собственно Отъезжает Йоку Но совершенно Релакс Не хотят Мириться с тем Что на этой Трипле Нужно терпеть Дум заходит Видит Кристал Мейден Мансует Прячет его Шадоу Демон И большие проблемы Здесь у Чоми Крик Акса Есть ли Дум Нужно кидать Дум Нет Дум Не стал кидать И получает ультимейт Атакса Падает Соло мид героя Команды Ревайвал Драгонс Да Ну все Короче Релакс Просто Гнут свою линию Я по другому Это назвать не могу Потому что Должен был Абсолютно нормально Стоять Бэтрайдер Должна быть Унижена Мирана Стоящая в дабле Но здесь просто Какая-то жесть И Бэтрайдер Сейчас умрет Второй раз Его даже не успевает Разрубить шачло Йоку приходит На нижнюю линию Тем временем Дум возвращается на мид Ну и пока что Своего слова Не сказал Крейзи Но у него очень маленький Левел И нету шмоток Пока Для этого Но он должен напрягать Безусловно Начинать Тавр Он пока этого не сделал Ну в общем-то С такой игрой Которую навязывают Релакс Он это и сделает Потому что Они сейчас начнут Опять убивать По всей карте Всех кого хотят Ну смотрим Может быть Ослики чем-то Ответят толковым У нас идет Разменты в раме Если можно так назвать Потому что вышка Здесь пушится Что тут Что тут Будет очень долго Да тут еще и дерево Хиляет Ну кажется Даже практически Одновременно Может упасть Подходит сюда Бэтрайдер Попробует Заденаить Оооо Сейв ТП А Трентай Может быть Эта вышка Даже выживет Да Трент подходит Вот это очень хорошая игра Они сейчас оставляют Вышку Даже не дынает Ее Ее будет выхиливать Трент Трент кидает Ливенгармор Тем временем И Ликан Ликан не смог Сгрызть Чоми Ликан выходил На Чоми Здесь же Джуда Дерево уходит У нас Нужно кидать Сейчас на вышку Хил Если на нее Не кинуть Хил Ее может просто Прийти добить Любой герой 27 хп Ну судя по всему Хил все таки будет Итак Инквизитор Оставляют одного На топе В миде у нас Остается дред Ликан Перетягивается Также на топ Акс уходит в лес И добла С ЦМкой Эмирана Остается теперь На нижней линии Да Все Пошел Хил вышки Будут ее Стараться сохранить Но против Ликана Это может быть и правильно Крипстаты Очень неплохие Мы видим у нас Несмотря на Да и счет на самом деле 3-3 Не так все ужасно У Ревайвал Драгонс Хотя могло быть У них все гораздо лучше Если бы они Сверху свое трепло Реализовали Покруче Но тем не менее Бэтрайдер уходит в лес Да Даггер у него будет Очень поздний Какой-то Посмотрите Всего 700 монет На 8-й минуте 7-й левел Уже есть Но Денег совершенно нет Нужно вкачать ему Хотя бы на 1 бочку Может пригодиться Сбить какой-нибудь ТП Так 1000 монет Но этого еще Очень-очень мало Дазл у нас фармит На нижней линии Угу И Бэтрайдер Бэтрайдер фармит Лиса Ну и вот У Акса Скоро будет Блинк Знаете Сейчас у Акса появится Блинк Это может быть Очень классно И Акс Станет такой Действительно Жесткой силой Дум на Дредда Зачем Зачем Не ясно Дредд просто съедает Дум Говорит спасибо И уходит Ну наверное Пойдет сейчас На базу Хилится Ну либо его Кто-то захиляет Нет Никто его не хилит Просто идет Хилится на базу Ну в общем-то Дредд вполне доволен Я думаю Просто съел Ультимейт Очень опасный С которым Мог быть Какой-нибудь Ганг С тем же Даззлом С той же Вингой Бутрайдер Продолжает Фармить Спауны Пытается Вынести Блинк Ну минуте Может быть К 11 Он его Фарманет Может быть К 12 Это не так Плохо Начинает Поджимать Тавр Снизу Тавр Уже Выхилился На 3 ХП А сверху Начинает Пушить Ликан Которого Оставили Совершенно Одного Купил Крэйзи Пауэр Трэд Стал Побольнее Бить В общем-то Решил обойтись Без Владимира На ранней стадии Тем временем Снизу Перетягиваются Инквизитора Большие проблемы Инквизитора Бесполезно Вешать Грейв Абсолютно Акс Прорубает Грейв Здесь же Пут Шадоу Демона На убиван Банана Тот Хилится Но Акс Делает еще Одну тычку И шачло Даблкил Да Что может быть Лучше Акс Тпшился Он просто Не сделал Ничего Он не прыгнул Он Никак-то Не синициировал Он просто Прилетел Для того Чтобы дать Два ульта Великолепно Для Акса Ситуация Еще может Сейчас запрыгнуть За деревом Смотрим Бежит Но нет Кажется Кажется Не пойдет Так И сверху Вышка почти упала Ликан уходит В лес Подфармить Восьмой Левел Уже есть у Ликана Снизу падает Тавр Вот между прочим Очень много вопросов По Старладру Будет ли какой-то там От меня Разбор Ну я не считаю Что-то Должным разбирать По-моему Все и так было Разобрано Единственное Что я позаимствую Одну игру Для дотаскопа Который выйдет 29 числа Должен выйти 29 числа Я уже В принципе Писал в твиттере Про какую игру Идет речь Для тех Кто следит Для тех Кто не следит Ну знаете 29 числа Так вот Данное использование Ликана Которое сейчас есть У Релакс Оно как раз таки Очень-очень правильное Это то что нужно То есть он что-то там Делает на карте Он не является По факту Основным кэрри Основным кэрри Здесь является Патма Мирана Он просто фармит Лиса Когда ему дают Он идет Пушит вышки Но при этом Он старается Не драться 5 на 5 В 5 на 5 Это не самый сильный Герой Йок О Джуда извиняюсь Джуда Находит шачло Тут просто уходит С блинка На самом деле Бэтрайдер был один Практически никаких Активных действий Пока что мы не увидим От Осликов Они сделали Три фрага Но по-моему Два из них Они сделали Из-за того Что на них Напали Релакс Очень неграмотно Ой Бэтрайдер Могут быть Большие проблемы В маленького волка Попадает Йоку стрелой Какой фейл Но здесь все равно Есть крест Правда подходит так Здесь же Дум Пошел Ультимейт Какие проблемы У Дреда Дред сгорит Сгорает Дред От земли Дума Ну и что И кажется Сейчас могут быть Проблемы у Дума Нет Отходят Отходят Игроки команды Релакс Побоялись Нападать В очередной раз Ну вот опять Фраг за Осликами Но почему Потому что Напали Неграмотный Релакс Ни по какой Другой причине Абсолютно Сами Ослики Не нападают Вообще Хотя уже Вот есть Блинк на Бэтрайдере Пожалуйста Есть блинк на Бэтрайдере Есть Дум Нападайте Убивайте Владимир Уликана Сейчас просто Крэйзи пойдет На Рошана У него Девятый Левел На двенадцатой Минуте У него Есть Владимир Нужно Идти на Рошана Даже без Медальки Можно Хотя у него Сейчас будет Еще и Медалька Минута И у него Будет Медалька И Рошан Просто Упадет Очень быстро И с этим Что-то сделать Не смогут Потому что Бэтрайдер Очень пассивен Единственное Что можно сделать С этим Леканом Залететь На Бэтрайдере Схватить И увести Но все вышки Стоят Нужные Играют За Дайр У нас Релакс Рошан 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 будет Падать Очень быстро И если мы Посмотрим На графики То преимущества Никакого Абсолютно У Усли Гейминг Нету 700 монет Ну что Лекан Ну вот На Эншентов На Эншентов Уходит Лекан Хувлит И Аганим Собирает Шачло У которого Все тоже Отлично Давайте Посмотрим На Творс На Творс Топовый Дума Который Понятное Дело За счет Диваура Его Приобрел Шачло Идет На втором Месте Лекан На третьем Дум Находят Сейчас Шачло Может быть Очень опасно Агро Вешает Свап Стан Великолепная Игра От Винги Шачло Здесь никуда Не уйдет Да Забирают Шачло Вот Наконец-то Пошла Первая Активность Ну по-моему Случайно Нашли Этого Акса Медаль Не покупает Лекантроп Да Нужно Нужно Так Заходят Чекают Вот Как раз Чек Рошана Понимают Что Лекан Уже Мог Забрать Но Релакс Не спешат Перетягивается На топ Лекан Сейчас Будет Давить Верхнюю Вышку И ДД За Йоку Очень Много Сентряков От команды Ревайвал Драгонс Вот Она Собственно Медалька Куплена Вот Уже Планирует Планирует Выходить Варт На Рошане Есть Может быть Закупить Смоки Еще Стоят Лекану Чтобы Чувствовать Вдвойне Уверенно Чтобы Его Не Прочекали Ну Пытаются Наверняка Вот Сбивается Сейчас Варт Понимают Что там Есть Сентри Скорее Всего Есть И Обсервер Варды Хотя На Рошан Можно 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 Пройти Миди Ну Здесь Желикан Как Видите Нашему Статсмену Очень Весел Там Беснуется Вращая Монитор Во всей части Ну Такая Игра На самом Деле Да Не Самая Все Пошла Стрела В Рошана Запрыгивает Туда Видели Прекрасно Этот Заход Но Должен Перетягиваться Уже Бэтрайдер Бэтрайдера Нету ТП Ну Это Просто Жесть Рошан Сейчас Умрет Акс Вешает На крипа Горелку Не знаю Зачем Чтоб Быстрее Бегать Видимо Просто Отдают Рошана Идут 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 На Рошана Могут Успеть Бэтрайдер Очень близко Но Рошан Падает Уже И все Аегис Минус Вышка Динается В итоге Пока Думали Очень Долго Игроки Команды Осли Гейминг Что же Им делать Рошан Упал Цемка Берет Мидас Я бы Вообще На месте Игроков Релакс Взял Пять Мидас В себе И шел Просто С пятью Мидас Формил Слишком Пассивно Действует Хотя Такой Пик На самом деле Агрессивный Дум Бэтрайдер Винга Бэтрайдер Пошел Жечь Големов Ну тут Просто Все Читает Акс Уходит От него Да Тем Временем Лекан Он же Одиннадцатого Левела Саегисом Отличный Буст Мирана Через ПТшечку Цемка С Мидасом Шадоу Демон Без Мидаса Но И что Решают В пятером Пойти На нижнюю Линию Ну и Какой-то Такой К размену Решили Прибегнуть Игроки Команды Ослик Гейминг Ну Посмотрим Ага И здесь Релаксы Возвращаются На самом деле Релаксы Конечно Ломали бы Тавр Гораздо Быстрее Несмотря на Все Ливен Гарморы Все-таки Лекан Очень много Дамага Сейчас Вносит С руки Но Решают Не спешить Может быть Подождут Какую-то Книгу В общем-то Ничего Не пушат Пока Лекан Это не то Чтобы Ошибка Крейзи Это скорее Общая Такая Ну Недочет Также Релаксов Они бы Тоже Могли Действовать Активнее У них Есть Акс У них Есть Мирана Шадоу Демон Эцем Все Герои Достаточно Агрессивны Можно Было Наводить Какой-то На Карте Экшон Ставится Вард Очень кстати Классный Вард Ставил их То ли Против Волков То ли Я не знаю Зачем Мне всегда Кстати Очень интересно Зачем Вот так Профессиональные Игроки Ставят Вард Против Волков Где-нибудь Ну Просто Может Игрок Идти Его Загрызают Волки Вместо Того Чтобы Просто Убежать Возможность Есть В любом Случа Если ты Поставишь Вард Убить Их Возможности Не будет Ставится Просто Вард В панике Сантряк На линию Типа Защитился Первая Книга Появляется У Крейзи Никуда Абсолютно Не торопится Релакс Им Видимо Комфортно Играть Ну Вот Дред Решил Что Все Надо Выходить Видит Бэтрайдера А Не напасть Ли Шадоу Демонов На Бэтрайдера Нет Не напасть Отхилил Всю вышку Уже Тренд Кидает Еще Ливингармор Ну Сейчас Это все Быстро Закончится Перетягивается У нас Тренд Ну И Деф Аккуратненько Миран Настреливает По Тавру Пошел Фортификейшн Книга Все Еще Никак Не долетит Далека Но Он Вообще Ее Не Повез Тем Временем У нас Пытается Сплит Пушить Инквизитор Тоже Делает ТП И Что Бэтрайдер Кого Будет Хватать Ну Не Ликана Ж Он Успевает Схватить Семку Отличное Решение А Джуда Дум Вешается Очень Быстро Сбивают Крэйзи Дум Вешается На Акса Отличная Игра Сейчас Атослик Гейминг Но Шейпшифт Все еще Есть у Ликана Он пытается Убежать Его свапают Назад За вышку Столько Спылов На Ликана И он все еще Жив Акс Сейчас выйдет Из Думы Дредд И выйдет Стан В последние Секунды Мунлайт Шэдоу Летит Стрела Попадает В Оби-Ван Банана Его форстафят Акс Запрыгивает Великолепная Агра На двух Мирана Старфол Очень битые Все Крейзи Залетает Также Дерево Акс Ультом Убивает Одного Прячется В лесу Один в один Размен Нет Два в один Дерево И Даззл Вразмен Умирает Также еще И Кристал Мейден Вместе с Ликаном Дум все еще живой У Дредда Большие проблемы Йоку Никак не может Добить Крипов Йоку Нужно отсюда Уходить Йоку Дает стрелу Вплотную Чоми Акс Акс На развороте Ну вряд ли Здесь можно Помочь чем-то Йоку Да Тем более Он сам уходит Нет На развороте Ему кидают И Акс Добивает С блинка Великолепная Игра Шачло Ой Какой трэш Вот это вот Драка Наконец-то Началась У нас Активная Дота Вышка Правда Остала стоять Все-таки Тренд Сделал свое дело Он продолжает Ее выхиливать Несмотря на наличие Аегиса Релакс Драку Проигрывают А проигрывают Ее почему Да потому что Ликан в драке Герой слабый Вместо того Чтобы идти с Ликаном В какой-то сплитпуш Решили релакс Подраться Так мясно Но надо сказать Что Несмотря на отсутствие Активности Все очень грамотно Сделали Ослик Гейминг Дум был повешен На Акса Как на одного Из самых опасных героев Ликана просто Там растерзали Два раза ЦМку Увез Бэтрайдер Именно Не Ликана Повез А ЦМку И доли секунды Не хватило Сбить ему блин Крызи там Уже Замахивался В общем Все очень Очень здорово Сделали Ну и посмотрим На графики Да мы видим Что выиграли Немного золота Достаточно Много выиграли По опыту Но Не нужно Не нужно Драться в пятером Абсолютно Просто точно Такая же драка Пусть даже Проигранная Но на нижней линии И сверху падают Две вышки Если Ликан Кушит топ Шачло Встревает Вот наконец-то Бэтрайдер у нас Начал отыгрывать Получает Стан Флеймбрейк И падает Акс От бэтрайдера И бэтрайдер Уже 2000 Имеет сверху Не знаю Что будет фармить Из 133 игр Это первая покупка Аганима на аксе На самом деле Не так давно Я где-то Точно видел Поэтому Нужно уточнить Из Каких 133 игр Ну Скорее всего Если Вообще Всех игр То какая-то игра По-любому Не попала В статистику Значит Потому что Аганим на аксе Точно Видел не так давно Где-то на профессиональной сцене Возможно Кстати На нашем же Экселент Москва Капе И возможно Кстати От тех же Релаксов Йок Продолжает У нас Свой фарм Дред Что имеет Дред У Дреда Ну видимо Форстав Какой-то ЦМ Реализовывает Мидас Ну вот сейчас Пока драки Не будет Должны привозить Небольшое преимущество Релакс Потому что Посмотрите Лекан фармит Чужой лес Сверху Фармят Шадоу Демон ЦМ Реализовывает Свой Мидас Эмирана Свап Ой как хорошо Сыграли сейчас Вот это было Очень жестко Но Йоку может уйти Нет Йоку забирают В последние секунды Шадоу Демон Помочь не успел А есть еще Лассо У Бэтрайдера Да Есть Лассо Но на Дреда Даже тратить Это Лассо Не будут Его просто так Заковыряют Два фрага Очень красивая Комбинация Свап плюс Лассо Не ожидало Этого Мирана Аганим появляется У Акса Тем временем Эликан Пушит нижнюю линию Ну вот здесь Ликан чувствует Уже себя Гораздо комфортнее Когда пошла Какая-то Вот такая Дота Ни в коем случае Нельзя фидеть Некрачами Он их уводит Ой-ой-ой Винга Какую тычку БКБ Тем временем У Винги Дум покупает ДД Посмотрите Насколько грамотно Покупает ДД Собирает ДД Конечно Было весело Если бы ДД Можно было купить Насколько классно Агрессивно Действует Крейзи Он фармил Все это время Чужую половину карты Все это время И несмотря на Два фрага на топе Общая ситуация Должна выглядеть Не так плохо Сейчас Потому что Очень много фармят Игроки команды Релакс Та же ЦМ Тот же Акс То есть умерла У нас Умер Шадоу Демон Умерла Аммирано Но ЦМ при этом Там тоже в лесах Фармила что-то Акс фармил Крейзи фармил Нижнюю линию В общем-то Отстали не так сильно Так и у Крейзи Вторая книга Уже появляется И в очередной раз Попробуют выйти Сейчас Джуда В инвизе Цепляет Дреда Отвозит его Есть ли какая-то хелпа Да есть Но нужно ломать При этом верхнюю вышку Дред здорово Тянет время До конца Тянет время Дред Накинул Солкетчер на дума И тем временем Сверху должна Падать вышка Нет Опять успел Откатить фортификейшн И опять она останется Живая Опять ее захилит Да Чуть-чуть Не хватило Дреду Потянуть время И Кирас Появляется У дума Вот это уже Очень невесело Дум с Кирасой Это Серьезно Стрела Уворачивается От нее Ну Если можно так Назвать Это конечно Вообще Пик безусловно В драке 5 на 5 В лейтгейме Сильнее У осликов Потому что Все-таки Как не крути Основной такой Кэрри Герой У Релаксов Это Мирана Ну Либо Может как-то Круто инициировать Акс Против Мирана Против Акса Можно использовать Дум Ликана Можно привязать Корнями Это Очень-очень круто Даже в БКБ Есть Вив Дазла Есть Бэтрайдер Для инициации Ну в общем-то Вот Бэтрайдер Плюс Дазл Плюс Тренд Это очень хорошая Уже драка Получается Плюс Дум Винга Может быть не лучший Кэрри На этой роли Но в принципе Там Мирана Тоже не самый лучший Кэрри Да Тем более Находят Крейзи Дают ему Дум До шипшифта И убивают Очень спокойно Наконец-то он наказан За свою наглость Ну вот Примерно так И должна была Протекать Игра От Осликов Не могли они Себя найти В начале игры Но сейчас Чувствуют Абсолютно Спокойно Заберут Рошана Очень-очень быстро Под Керасой Дума Да Дум конечно Очень жесткий Дэмэдж дилер Помимо своих Дизейблов Действительно Может быть Винга И не сильнейший Кэрри А вот Дум В плане Дэмэдж Очень неплох Видим Как напал Бигнум Здесь прикопал Одного лишь Только Дреда Да И Дред умрет Ну что Неужели у нас Релакс Проиграют Ну а хотя Почему нет Они не были Явными фаворитами Этого матча Травела Гем на Бэтрайдере Все очень здорово У Джуда Аегис У Дума Ну не знаю Лучше бы Аегис Было отдать Винге Наверное Потому что Дум Умеет гораздо больше ХП Гораздо больше Армора И Винга Покупает Дезолятор Ой как Не хватает Этого Дезолятора Сейчас При пуши Тавера Ну нужно Дефить Сейчас вышка Будет падать Очень быстро Кераса есть У Дума Был бы Дезолятор Тут вообще Бо уже Пол Тавера Не было Ну и так Очень быстро Падает вышка Стрела Мимо Бэтрайдер В позиции Бэтрайдер В позиции Хватает Крэйзи Бэтрайдеру Крэйзи Большие проблемы Залетает ему Станчик И Крэйзи умирает Крэйзи умирает А что теперь делать С этим Думом Дум танкует Абсолютно весь урон Свапают Сэмку Сбивают И ультимейт Левел Дез Просто убийственная Дума Попал он видимо В кратный левел Все абсолютно Вливается в Дума Его хилят У него еще больше Больше половины Хитпоинтов А у него Витя Егис 5 стаков Яда Дредд Получает левел Дез Как же больно Дредду Нет и минус Это ГГ Это ГГ А после гейминг Скорее всего Выигрывает эту игру Просто В лоб ломают Ну в общем то Больше гораздо На свой сплитпуш Нужно было Релаксом полагаться Они шли Вообще то что Они атаковали На линии Шадоу Демон Мирана Против Дерева Венги И Дазл Это было Ну Суицидальным Каким то мувом И им еще При этом удавалось Держаться Достаточно неплохо За счет Какого то Личного исполнения Наверное Да но здесь Конечно уже Минус мид И Венга там Бешеный урон Наносят Дум просто Аннигилирует Сейчас будет у него 16 левел Купит себе Какую нибудь Там не знаю Тараску И как его убить Ну просто Откуда взять урон Чтобы убить Этого Дума Бэтрайдер Покупает Ветерки Подпушивает Верхний Лайн Цемочка С Мидасом Хасту Забирает Дум Владимир Появляется У Дерева Это еще Больше урона Ну и Ривер Наверное Заберет Себе Дум Крэйзи Лекан Это не тот Герой Который Должен Драться 5 на 5 Нет Вы можете Пойти 5 на 5 Если у вас Какая-то Супер Пуш Страт И если у вас Есть там Бешеное Преимущество Вы можете Пойти С тремя Пачками Некров Или просто С очень Сильным Леканом В лоб Но по Большому Счету В лоб С леканом Ходить Не нужно Вот когда Ситуация Не в вашу Пользу Или более Менее Ровно Ну все Тут уже Просто Урон Колоссальный Бараки Падают В секунду Ничего Не успевают Сделать Даже Релакс Бэтрайдер Зацепил Йоху Йоху Большие проблемы Винга Включает БКБ Прячет Шадоу Демон Какая Прикопка По троим Дум С мультует Но этого урона Не хватает Просто Потому что Какие-то Терминаторы Вместо героя В чеме Может умереть Ему еще Вешают крест Он живет Умирает Винга Остается один Лишь только Акс Акс Выкупается Ну и это Минус вторая сторона Это Гуд гейм Молодцы Да ГГ пишут Релаксы Молодцы Восли гейминг Сыграли они В итоге Здорово Хотя Изначально им агрессии Не хватило Они могли бы Эту игру Вообще С самого начала Очень жестко Доминировать Но сделали они Ставку на то Что сильнее у них 5 на 5 На то что Верили в то Что их не засплитпушит Были абсолютно правы Сыграли Так сказать От обороны В которой они были Гораздо сильнее И заслуженно победили У нас на сегодня Одна игра Всего лишь Навсего Вообще Пару слов О расписании Оно было буквально Вчера Полностью Ну скажем так К другой системе Составления этого Расписания Пришли мы вместе С командами И так что Со вчерашнего дня Оно составлено Полностью Но еще до конца Не Уточнено У команд Непосредственно Завтра у нас Значится В 18.45 Insane Они же Revival Dragon Они же Осли Gaming Против Power Rangers И в 20.00 Empire Против Virtus.pro Но эти матчи Не подтвержденные Возможно у нас Какие то будут другие игры Возможно Другое время будет Поэтому следите Обязательно У нас еще осталось Достаточно много Матчей в онлайн части Это практически Половина И Ну нет Наверное Поменьше Половины Но тем не менее Тем не менее Достаточно Интересные игры Нас ждут У нас не играли Практически Empire Вообще Ничего У нас Мало игр Сыграли Power Rangers Ну и Virtus.pro Еще должны Свои матчи Доигрывать Так что Все еще Самое интересное У нас впереди На этом я с вами Прощаюсь С вами был MailStorm Это был Excellent Moscow Cup Покупайте Обязательно Билеты На LAN Финал Которые я буду Комментировать 17-18 числа Где 4 лучшие команды Встретятся И сыграют между собой За призовой фонд В 20 тысяч долларов На сегодня Все Всем до скорых встреч Завтра Воды Вы можете Найти на канале Virtus.pro Dota На ютубе Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok